Здравствуйте, Андрей Александрович! Здравствуйте, Андрей Александрович! Для начала хотелось бы узнать, наверное, как сегодня идет работа с вашими избирателями именно на вашем участке. Удается ли решать какие-то вопросы, помогать людям? Я хочу сказать, что люди обращаются ко мне со своими, скажем так, проблемами, бедами, предложениями со всего города. И вот лишь небольшая часть, вот я не знаю, как сказать, к сожалению или к счастью, это как раз непосредственно избиратели 8 и 9 микрорайонов. Потому что, может быть, проблем не так много, хотя проблемы, конечно, есть и присущие всему городу, я имею в виду, в моих микрорайонах, и какие-то индивидуальные проблемы наших микрорайонов 8 и 9. Я думаю, что это совершенно, ну, может быть, я не знаю, в процентах-то не готов сказать, но это действительно небольшая часть жителей 8 и 9 микрорайонов в масштабах всего города. Вот, ну, вот по, если взять 8 и 9 микрорайоны, то, что вот нам удалось сделать за эти годы, да, мы проводили и благоустройство микрорайонов, это и строительство, и ремонт, и спортивных площадок детских городков, установки детских городков, и асфальтирование внутри квартальных дорог, и электроснабжение, тоже, ну, кстати сказать, вот с этим моментом, с электричеством у нас тоже есть проблема, еще не решенная две. Это касается 9 микрорайонов, домов 9,8, 9,9, вот, обращался не раз уже в городскую администрацию, но я надеюсь, что мы следующим летом эту проблему решим, это установка опор, потому что нужны проекты на то, чтобы установить электрические опоры под светильники, осветить дворы, вот, названных мною домов, Затем между детскими садиками в 9 микрорайоне номер 1 Рябинка и 17-й Сказка находится пешеходная зона, где очень любят у нас летом в теплое время года гулять наши мамочки с детьми, да и папочки с детьми тоже там гуляют, да и сам там, собственно говоря, тоже с детьми бывает прогуливаюсь. Там, несмотря на то, что у нас половина лета это белые ночи, тем не менее, там тоже освещение очень нужно, жители просили, но на то, чтобы у нас один фонарный стол поставить, это тоже вот целый проект нужен. К сожалению, здесь действительно, к сожалению, тут стоит посетовать на то, что вот такие вот... Ну, это, я считаю, с капитальным строительством. Конечно, такое вот законодательство у нас. Ну, тем не менее, я думаю, что все равно добьюсь того, что следующим летом, я имею в виду, 15-го года, мы и эту проблему тоже решим. Так, у нас в принципе, вот я сказал про асфальтирование 9-й, 8-й микрорайоны. Есть отдельные дорожки, дороги внутри микрорайонов, которые мы еще не доделали, там, где производили ямочные ремонты. Но тоже вот дай бог, чтобы и нефтяники, как и в предыдущие годы, нам очень надеюсь, что нам помогут. И мы эти средства используем на то, чтобы у нас и по всему городу, включая, конечно, и 8-й, и 9-й микрорайоны, чтобы нормальным слоем асфальта закатать. А вот то, что касается как раз вопросов благоустройства, как вообще происходит процесс распределения? Ведь денег всегда ограниченное количество, депутатов 25, микрорайонов у нас 17-18 уже. Как происходит, как решаете? Да, в первую очередь. Объясню. Ну, в первую очередь, дело в том, что у нас каждый депутат представляет свое видение благоустройства, своих избирательных участков, своих избирательных округов, микрорайонов. Потому что к своим депутатам обращаются жители, избиратели, и говорят о том, где, на какие места в микрорайонах нужно, необходимо обратить внимание. Ну, поскольку я в этих микрорайонах в 8-м, в 9-м вырос и прожил очень много лет, и, собственно, мне и объяснять, тем не менее, встречаюсь же все равно с людьми. Вот на улице мне говорят, Андрей, нужно сделать там то-то, нужно сделать то-то. Ну, может быть, действительно, где-то я что-то не увидел, где-то, может быть, какие-то, казалось бы, мелочи. Тем не менее, они эти мелочи, нехорошие мелочи, которые могут, ну, скажем так, отравлять жизнь определенному количеству людей. Это тоже нехорошо, это, конечно, тоже надо решать. Вот, у нас нерешенное, я сейчас, наверное, больше буду о нерешенных проблемах, если вы не против говорить, потому что о решенных оно и так видно, в принципе. Слава богу, у нас есть, я повторяю, детские спортивные площадки в этих районах, и, в общем-то, детки заняты. Да, и вот хотел сказать о том, что люди обращались по поводу того, чтобы установить искусственные неровности, так называемые лежачие полицейские. В восьмом микрорайоне между шестой школой и магазином «Ренессанс», потом в девятом микрорайоне, во дворе семнадцатого и двадцатого домов, там большая детская площадка, и к тому, и к другому дому выбегают дети, ну, бывает, просто-напросто не замечают, а там машины, машин очень много, ну, как в любом микрорайоне, машин много, и есть там гонщики такие вот, водители, скажем так, нерадивые, поэтому жители попросили вот этих лежачих полицейских установить. Принято решение на комиссии по безопасности дорожного движения о том, что 9.17.9.20, шестая школа и магазин «Ренессанс», и девятый микрорайон, двадцать девятый дом, там тоже большая детская спортивная площадка, там тоже установить полицейских лежачих. Да, еще третья школа и детский сад «Журавлик» номер восемнадцать, там тоже положить лежачих вот этих вот полицейских искусственные неровности, с тем, чтобы просто вот механически принудительно ограничивать скорость автомобилей. Мне как-то задавали вопрос, вот вы сами передвигаетесь за рулем, как вот, если будет очень много на улицах, внутри микрорайонов вот этих искусственных неровностей, я говорю, пусть я лучше буду медленно ехать, пусть долго ехать, чем, ну, не дай бог. Была проблема с инженерными сетями, тут у нас, как вы знаете, наверное, детский сад номер восемнадцать, «Журавлик» сейчас стоит на капитальном ремонте, укрепляют несущие конструкции, потому что появилась трещина в предыдущие годы по зданию сада, и эта трещина, просто специалисты-строители наблюдали, она стала расползаться, вот эти вот маячки специальные строительные поставили, эта трещина увеличилась в размерах, было принято решение о том, что надо срочно выделять деньги на ремонт этого здания, и, собственно, стоит на ремонте, и я думаю, что скоро-скоро все будет хорошо с садом, ну, и, соответственно, тянули туда инженерные сети, я имею в виду тепловодоснабжения, разрыли между садиком и третьей школой дорожное полотно, вот эту внутриквартальную, внутримикрорайонную дорогу, там, да, ее закопали, грунт у нас, сами знаете, какие у нас играющие грунты, почва стала проседать, образовалась, просто, соответственно, дожди пошли, яма, лужа большая, ну, в общем-то, сделали, но сделали не так, как хотелось бы, я думаю, что вот сейчас все это утром будет, сделали, сделали, да, стало гораздо лучше, но я думаю, сейчас как раз по весне, летом там все закатается асфальтом, все будет очень красиво, дальше обращались по поводу, значит, 922-27, вот этот двор, там есть детская площадка, достаточно неплохая, современная, но и в то же время там есть место, тоже такая площадочка пустующая, которую жители предлагают сделать спортивной, какие-то спортивные, ну, может быть, там, баскетбольные щиты поставить, вот как это называется, стритбол, да, по-моему, вот, волейбольную, места под волейбольную сетку, эти стойки поставить, чтобы натягивать сетку, чтобы играть там, ну, продолжить, скажем так, эту площадку, чтобы более старшие дети и взрослые, в том числе, играли там, вполне возможно, хотя, в принципе, через дом есть, как это называется, стритворкаут, да, да, ребята, да, ребята как раз возле третьей школы там установили, такую экспериментальную, но она очень так хорошо себя показала, ребята занимаются таким уличным спортом, хотя это, на самом деле, он такой серьезный спорт, я просто помню, как в детстве у нас, вот, как раз в девятом микрорайоне были, и они до сих пор еще стоят, вот, эти железные такие конструкции, Т-образные, на которых хлопали ковры, дорожки, вот, но, хотя и трубы достаточно большого диаметра, тем не менее, все равно, да, использовали как турники, хотя и турники тоже, вот, металлические, не было таких современных, но, видите, надо все равно стремиться к тому, чтобы современное, красивое и устанавливать такое безопасное, я имею в виду, снаряды спортивные, но, вот, тоже есть такое обращение, и я думаю, что мы это дело тоже порешаем, эту проблему, далее, в восьмом микрорайоне, в восьмом микрорайоне у нас, в принципе, вот, в девятом у нас пересекаются избирательные округа, я имею в виду, соседствуют с депутатом Маратом Мениголовым, вот, мы совместно, вместе с ним решаем эти проблемы, в восьмом микрорайоне у нас с Александром Посоховым, избирательные округа, как раз соседствуют тоже, вот, и там мы, ну, вот, спасибо как раз и нефтяникам, то, что получилось решить там проблему затопления территории пятого сада, да, и ушки, и ушки за магазином «Ренессанс», в районе шестой школы, там, как раз очень сильно, очень низкая была сама вот площадка, наверное, территория вокруг детского сада там топила, сделали, да, там администрация откликнулась очень так хорошо, быстро-быстро все сделали, ну, вот сейчас, если брать детские сады, как раз в восьмом, девятом микрорайоне, это четыре детских сада, уже все четыре я назвал, нужно делать, в трех из них точно нужно, это в первом, в семнадцатом и пятом садах нужно делать благоустройство территории, ну, дай мог, чтобы были деньги, потому что год нас ожидает достаточно непростой, пятнадцатый, посмотрим, что можно будет из благотворительной помощи наших нефтяников, что можно будет из бюджетных денег выделить на то, чтобы, я имею в виду бюджетных, не только городских и окружных, конечно же, и федеральных денег выделить на то, чтобы помочь нашим детским садам, это не только благоустройство территории, касается и установки, как-то сейчас принято говорить, малых архитектурных форм, да, но это касается и того, чтобы приобретать мебель, какое-то оборудование для самих детских садов, есть обращение от этих детских садиков для того, чтобы помочь, там, где-то, где-то приобрести шкафчики, где-то, значит, купить парты, столы. Там же еще за последнее время очень много нововведений, там же все должно соответствовать с НИПом, ГОСТом безопасности. Да, да, ну, сейчас же много компаний и фабрик, которые вот как раз соответствующие с НИПом, с Санпином и так далее, и так далее, всю эту мебель выпускают детскую, и поэтому, в принципе, как говорится, были бы деньги, и я думаю, что мы, ну, часть проблем-то мы решим для детских садов, то есть поможем. Вот. Я обратился к нашим депутатам в окружной думе, к нашим, те, которые были избраны от города Нефтьюганское, к нашему депутату в Тюменской областной думе, и они уже взяли, скажем так, в работу по обращениям детских садов, по их проблемам, в работу взяли вот как раз эти вопросы. Вот. То, что касается 3-й и 6-й школ, ну, кстати, да, вот то, что 8-й, начальный блок 6-й школы, вот у нас буквально-буквально вот-вот-вот, либо до Нового года, либо в самых первых неделях Нового, 15-го года, будет введен. Это тот, который на реконструкции стоит? Да, 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 который реконструируется. Вот. Большая площадка у нас на территории 6-й школы, которую говорили о том, что у нас экспериментальный спортивный зал, ну, как его назвали, быстро возводимый, можно, наверное, назвать и так все-таки, да, он из таких достаточно легких, несущих конструкций, вот на территории 4-й школы. Кстати, я сразу скажу, что он сейчас лицензирование пройдет, и необходимые все эти процедуры, вот, связанные, потому что туда без лицензии детей пускать, ну, просто-напросто, нельзя. Вот, по всем тоже правилам, тем более сейчас очень жестко за этим соответствующие органы наблюдают. Значит, в феврале, в 4-й школе, я очень надеюсь, что в феврале, или позже. Вот, куда у нас детки пойдут заниматься, в спортзале 4-й школы. Такой же спортзал планировалось в 6-й школе, но вот сейчас пока вопрос несколько подвис. Я думаю, что я пока просто не готов сказать сейчас в каком, скажем так, состоянии, потому что это все будет зависеть и от бюджета города, и от тоже благотворительных средств, и от тех средств, которые из округа на программы образовательные выделяются. Посмотрим, что там можно будет сделать, но площадка там действительно готова. В 6-й школе она есть, есть территория, где можно установить этот спортзал. У нас большая была проблема, точнее, она и сохраняется пока, но я надеюсь, что она будет решена с приходом тепла в 2015 году. То, что у нас на территории 3-й школы, спортзал-то есть в школе, а вот на территории 3-й школы не было открытой площадки спортивной. Но, как вы знаете, у нас сейчас количество часов, которые отводятся на физкультуру в средних школах, оно увеличилось, соответственно, детям нужно заниматься где-то. Вот, в том числе, ну, у нас, сами знаете, зима. Ну, каток там есть на территории. Каток там есть, да, корт там есть, с под трибунными помещениями, с теплыми, где у нас и дети катаются. Ну, каток, вот этот самый корт, он находится в ведении спортивного комитета города. А, соответственно, 3-я школа – это зона ответственности департамента образования, то есть разные ведомства. Но, слава богу, у нас здравые руководители провели вот это вот межведомственное совещание и определились, что все-таки, вот я говорю, с приходом тепла в 15-м году мы там начнем делать и беговые дорожки вокруг стадиона. То есть дети у нас будут там заниматься. То есть там не только корт будет, но и то, что вот можно на открытом воздухе делать и беговые дорожки, и зимой там, чтобы на лыжах тоже дети катались, чтобы так не вывозить их куда-то в район лыжной базы или там на ПИМ. В двух домах наших, вот, 8-го, 9-го, ко мне обращались, в принципе, вот там две управляющие компании, но они, скажем так, родственные друг другу ЖУ-2, ЖУ-4, с владельцами этих частных, я хочу заметить, компаний жилищных. Удалось договориться, потому что в предыдущие годы ко мне обращались наши жители с тем, что летом полотенцесушители у них просто не работали, потому что они от системы отопления работали. Люди просили сделать переврезку, потому что, видимо, тоже в еще более ранние годы, в 90-х годах, насколько я понимаю, что-то переделывали с системой отопления, водоснабжения в подвалах. Ну вот сделали сейчас переврезку, так экспериментально посмотрели, насколько это затратно в двух домах, вот, 8-го и 9-го района, да, чтобы не отсыревали летом квартиры жители. Потому что лето у нас часто бывает и прохладным, и в эти дни, когда прохладно, там вплоть до того, что плесень у людей в квартирах, особенно в ванных комнатах. Я очень надеюсь, что мы договоримся и дальше продолжить вот эту работу. – Если брать о каких-то глобальных городских проблемах, вот, на Ваш взгляд, какие они на сегодня, и на что в первую очередь сейчас нацелена работа всех депутатов? На что направляются, в первую очередь, деньги? На чем трудитесь сейчас? – Ну, у нас деньги, у нас что в этом году, я имею в виду, в 2014 году, что вот в проекте бюджета на 2015 год, но это только так, по отдельным параметрам, потому что мы проекта бюджета еще не видели, он сейчас находится на проверке в счетной палате города. Ну, вот, как говорят специалисты-финансисты городской администрации, бюджет у нас останется, он и был, и есть, я имею в виду, был в последние годы, и в этом, в текущем году, и в следующем году, как говорят, он останется, как принято говорить, социально направленным. То есть у нас на социальную сферу идет процентов, наверное, 70 городского бюджета, то есть там включается и зарплата бюджетников, то есть у нас деньги в основном идут, то, что есть социалки, это образование, культура, спорт, вот, социальная поддержка. У нас сейчас вот проблема последних дней, просто у нас и социальные сети, скажем так, активно обсуждают тему порывов трубопроводов, теплотрасс, водопроводов. Колодцы вот у нас, как говорят, перемерзают, забитые. Вчера такая была проблема, действительно, у нас каждый день. Вот такое происходит, в принципе, вот разговаривал с директором теплосетей, Ганск, Транстеплосервисом. Он говорит, да, мы за счет собственных средств, за счет того, что его круг помогает, и тут вот за счет денег Международного банка, прошедшим летом поменяли более полутора километров трубы на деньги Международного банка. Теплотрубы заклинцевали две котельные с тем, чтобы одна другую могли выручать в случае остановки одной из двух котельных. Ну вот сейчас вот смотрим, у нас действительно 21 числа в пятницу была снежная буря, или буран, можно будет так сказать, штормовое предупреждение, которое периодически приходит в город, оно пришло уже во время этого бурана. Вот и как раз у нас в администрации проходило, в заседании проходило комиссии по БДД, безопасности дорожного движения. И вот налетела эта снежная буря, вот все белым-бело, ничего не видно, и раз и резко все отключилось, свет. Более того, у нас обе котельные как раз в этот момент встали. Слава Богу, у нас спасибо тем людям, которые вот специалистам ремонтных бригад, аварийно-диспетчерских бригад, которые вот выехали на место, да, тут же после того, как котельные, по-моему, спустя час запустили, вот произошли гидравлические удары в разных точках, ну, по идее-то трубы должны это выдерживать, потому что их же проверяют на прочность, на гораздо большую, на запас прочности, да, чем вот, я так думаю, эти гидроудары были. Но тем не менее, в некоторых местах города трубы не выдержали, в частности, в 16-м микрорайоне, в районе, у нас там 35-й, по-моему, дом, 43-й. Там действительно топило сильно поначалу, очень топило. Я просто знаю, что там и машины, вплоть до того, что по двери аж такой уровень воды был. Но выехали туда ремонтники, очень быстро там ликвидировались. Просто вот воду с полотна дороги убирали с улицы, вот, и потом ликвидировали к 9 вечера, локализовали эту аварию, к часу ночи уже устранили. В общем-то, да, там было понижение температуры в батареях в некоторых домах, но остыть, слава богу, не успели. В общем-то, к утру уже и батареи были, и горячие, и вода. Та, которая стала прохладной вечером, к утру уже была... По госту, так сказать. Горячий, да, да, нормальный такой кипяточек шел уже практически. Вот, действительно, у нас есть такая проблема. Думаю, что нужно просто вот и на это тоже обращать внимание, в том числе, конечно, помогать нужно, чтобы больше теплотрасс, вот, трубопроводов менять. Потому что люди, конечно, абсолютно правы, люди ездят, люди обмениваются информацией, а потом, а если, сами же знаете, работаете с информацией, если чего-то где-то не договаривают, просто потом все в слухи, в сплетни превращается. Да, и превращается. У нас, да, что у нас коллапс, апокалипсис, и чего только нам не предрекают, но оно, конечно, не дай бог, оно все, все, все на этой планете может произойти в этой жизни. Но, тем не менее, я думаю, что нет. Не сейчас. Нет, 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 не в этой жизни, дай бог. Вот, да, у нас есть такая очень серьезная, сразу говорю, не критическая, некритичная ситуация, но очень серьезная и сложная ситуация, связанная с газовой трубой, вот, по которой как раз вот этот ресурс, газ, подается на наши котельные, на обе наши котельные, которые работают как раз вот на газовом топливе. Этой трубе уже порядка четырех десятков лет, она уже такая старая, что хоть стой, хоть падает. И, конечно, не первый год мы ставим вопрос перед вышестоящими органами о том, что вот есть такая проблема, просто это проблема, скажем, это проблема города, но это не собственность города, это собственность той газовой компании, которая поставляет в городу газ. Вот, но я говорю, почему проблема города, потому что не дай бог, не дай бог, конечно, она где-то там лопнет, порвется, и тогда, но на этот случай у нас есть план действий. Вот, разработан план действий, что одна из наших котельных, если, я говорю, случись такое, чтобы люди знали, жители наши, что город не останется без тепла, город мы не разморозим, одна из котельных у нас тут же переключается на использование попутного газа от наших нефтяников, а вторая котельная, она будет работать на дизельном топливе, необходимый резерв запас создан, и есть, опять же, повторяю, план действий того, каким образом будет подвозиться, завозиться вот дизельное топливо, проще говоря, солярка, на нашу котельную, на одну из наших котельных, вот, проведены уже соответствующие учения специалистов, вот, что это со мной, я очень надеюсь, что этого не произойдет, но, тем не менее, вот, уже определенные договоренности, вот, и наши главы, я имею в виду и глава города Николай Цибулько, и глава администрации Вячеслав Арчиков, они сейчас в округ выезжают по этой проблеме, и я думаю, что это будет решено, чтобы действительно эту трубу поменять, и чтобы просто об этой проблеме забыть. У муниципального бюджета уже давным-давно забрали, скажем так, обеспечение полицейских, пожарных служб, и совсем недавно ушел наш медицинский центр, наша нефтеганская городская больница, стала теперь тоже окружной. На ваш взгляд, привело ли это сегодня к каким-то улучшениям, какие есть проблемы, и чем город сегодня еще все-таки может помогать больнице, там, в плане поиска специалистов, капитальных ремонтов помещений? Ну, у нас дело в том, что действительно больница стала окружной, клинической, наша некогда центральная городская больница, до этого медсанчасть, она стала окружной больницей, в подчинении округа, но, тем не менее, некоторые помещения, некоторые здания, отделения, они пока еще остались в собственности города, это и здание роддома, которое у нас реконструируется, да, там действительно проблемы были, они частично еще остаются, но, тем не менее, они вот сейчас вот уже все решаются, все проблемы были и с финансированием, в том числе, но с деньгами вроде как порешали, дело пошло, и к марту 2015 года, если вот такими темпами, как сейчас пойдет, в общем-то, роддом мы сдадим, женщины там будут рожать, хотя, в принципе, вот до недавнего времени, срок называли конец июня 2015 года, ну, вот сейчас специалисты УКСА пересмотрели этот график, новый глава города Цибулько поставил задачу, что женщины не должны, на самом деле, в приспособленных помещениях рожать, вот, и посмотрели, да, там, скажем так, подсуетились, и, в общем-то, к марту я очень надеюсь, что мы сдадим роддом. Далее у нас пищеблок, пищеблок, это проблема, которая висит уже несколько лет там, и с судами связана с той компанией, которая первоначально подвязалась строить это здание, но если вы бываете на территории больницы или в том районе проезжаете, вы видите, что работы там ведутся, в том числе, там же добавили еще и крытый переход на уровне второго этажа, чтобы из здания больницы переходить в пищеблок, чтобы по теплу, по теплым переходам, чтобы еду возить, пищу возить пациентам. Вот, пищеблок, срок называют специалисты июль следующего года, далее у нас, значит, здание хирургического корпуса номер один, там у нас два хирургических отделения, ХО1, ХО2 находится и травматологическое отделение, они уже, насколько я помню, 25 лет, четверть века не ремонтировались капитально, а только вот латались те самые дыры, а дыры это действительно так, там дыры в полу, дыры в фенарх, в потолках, везде. Линолиум, как лоскучное одеяло. Да, 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 латали, латали, но настолько там все ужасно, там просто сама атмосфера даже, ну, не обстановка там, слава богу, нормальная, рабочая, а вот атмосфера, конечно, там находиться очень сложно, и персоналу, и врачам, и медсестрам, и санитарочкам, и пациентам этих отделений очень сложно. Ну, была проблема с подрядчиком, да, там какая-то иногородняя красноярская, по-моему, фирма выиграла, тогда не вышли на объект, на капремонт этих отделений, но сейчас, я думаю, что вот в начале следующего года как раз эта проблема, потому что деньги-то, собственно, есть на то, чтобы отремонтировать эти помещения, я думаю, что их отремонтируют. Из-за того, что вот у нас, вы помните, до, ну, может быть, несколько месяцев назад еще на территории больницы, в общем-то, туда заезжали, скажем так, ну, многие, кто-то по пропускам, кого-то так пропускали, кто-то так по знакомству, да, вот. Вот территория больницы как стоянка была, но вот новый главный врач, он сейчас, ну, и опять же, учитывая то, что есть определенные правила безопасности, тем более сейчас антитеррористические вот эти вот правила ужесточили, в общем, на территории больницы сейчас машин каких-то, скажем так, левых, их уже практически не найти, но вот проблема как раз сейчас городская появилась, что вокруг окружной больницы у нас яблоку негде выпасть, машине негде встать. Соответственно, жители седьмого микрорайона очень недовольны, жители третьего микрорайона, которые через перекресток от больницы тоже очень недовольны, тех вот домов, которые ближе к больнице, потому что все запружено, загружено транспортом. Поэтому тоже вели определенные переговоры у нас с администрацией за счет того, что вот у нас депутат Ермолаев очень активно вот эту тему, поскольку он сам врач, сам доктор, продвигал по поводу того, чтобы стоянку устроить. Но вот, насколько я знаю, место присмотрели, и в теплое время, я думаю, сделают эту стоянку не так сложной, не так затратной. Там, где экран телевизора, вот этого большого уличного телевизора на перекрестке напротив налоговой инспекции, как раз вот в том районе, меня спрашивают, а там же территория, там вроде как планировалось строительство, еще, ну, при благоприятном стечении обстоятельств, и финансовых, и проектных, и, в общем-то, того, что, ну, есть необходимость такая строительства еще одного корпуса хирургического. Там есть место, там же большая площадка, там хватит места и для строительства здания достаточно большого, и для строительства вот этой самой автомобильной стоянки, да, парковки. Значит, это вот то, что касается этих отделений. Ну, инфекция, инфекционное отделение у нас после реконструкции было передано тоже в округ. У нас стоматология в 10-м микрорайоне еще тоже надо отремонтировать, и тогда тоже в округ передать. И вот год у нас тоже из-за не очень радивого подрядчика стоит входная группа, недоделанная, в общем-то, ну, с определенными недоделками. Входная группа в здание КДЦ, консультационно-диагностического центра на территории больницы. Вот, ну, там тоже сейчас, в общем, скажем так, дело сдвинулось. По больнице у нас, то, что вот у нас месяцами стояло, но вот сейчас, я так думаю, что вот новые веяния, новая глава, в общем, сейчас дело пошло. Оно, кстати, вон даже мне жители говорят, не знаем, что произошло, но техники, снегоуборочные, то я сейчас отхожу от больницы, снегоуборочные на улицах стало почему-то больше. Ну, да, так и стало больше. А что касается специалистов, ведется сейчас какая-то работа? Специалистов, да. Но за последние полтора года в город приехало, я имею в виду, в нашу больницу нефтевиганскую, приехало почти 60 врачей квалифицированных, но часть врачей уехала, но тем не менее, насколько я разговаривал с руководством больницы, знаю, что проблему кадров удалось закрыть полностью по взрослым врачам, практически полностью. С женской консультацией тоже дело продвинулось, там не стало таких очередей долгих. Вот, есть достаточно большая проблема, только, по-моему, наполовину укомплектована врачами, наши детские поликлиники укомплектованы, не хватает педиатров, участковых педиатров, у нас не хватает, я знаю, что, по-моему, нету. Окулистов у нас два на всех. Да, аллерголога нет. У нас есть, конечно, аллерголог, и она очень классная, аллерголог, мы все ее знаем, но вот у нас, может быть, и даже очень хорошо, что развиваются частные медицинские центры, пусть они небольшие, но для масштабов нашего города это очень хорошо. Вот, потому что я знаю, что в Тюмени, там, вот в Тюмени, наверное, та медицина, которая, ну, как у нас принято говорить, бесплатная, она, конечно, вот на мой взгляд, я, конечно, опять же, не специалист в медицине, но некоторые отношения имею, скажем, к этому, она вот на порядок ниже в Тюмени, но частная медицина там гораздо-гораздо развитее и лучше, вот нежели у нас здесь. Ну, вот сейчас проблему решать, чем город может помочь? Конечно же, тем, что нужно предоставлять и служебные помещения, не помещения, служебные квартиры, квартиры коммерческого найма, использования. И вот открылся не так давно доходный дом, у нас в нем проживают и врачи, и учителя, и, слава богу, в образовании в этом смысле, в общем-то, проблема кадров решается и практически решена. А с врачами, да, там в доходном доме, конечно, как говорят, не дешево, но и там есть свои плюсы-минусы, потому что у нас больница в некоторых случаях, некоторым семьям, потому что они там сами смотрят, я имею в виду, что главный врач и специалисты, вот насколько востребован доктор, ну, у нас же бывают и семьи, скажем так, полностью медицинские, что... Я знаю, да, есть одна семья, и он там 80% компенсирует. Как мне говорили, что и до 100%, потому что больница имеет возможность компенсировать не только из тех денег, которые город дает, там, по-моему, до 40%, до 10 тысяч рублей, ну, по одному договору, потому что договоры все заключаются, если это арендуется у каких-то частных лиц в городе, ну, то, что вот снимают, это называется съемок квартир, это вот те самые белые договоры. По этим белым договорам, которые заключают либо у нас образование, департамент образования, либо наша больница заключает для своих специалистов с арендодателями, но специалистам выплачивают до 10, компенсируют до 10 тысяч. Единственное, что больница имеет возможность, еще раз повторяю, из того перечня платных услуг, которые она оказывает, компенсировать еще больше в процентном отношении своим докторам, своим сотрудникам, тогда как у образования, ну, эти возможности немножко ограничены, конечно, но, тем не менее, все равно помощь очень, конечно, существенная, вот, в том числе и в доходном доме. В доходном доме, вот, плюс еще в чем, из обычной квартиры в городе, арендатора могут просто-напросто попросить в любой момент, в доходном доме, ну, там минимум на 2 года, то есть заключается договор, то есть человек, там, семья живет 2 года, а так до 5 лет, там, ну, продлевается, продлевается договор, будет продлеваться, имеется в виду, только открылся недавно. Я думаю, у меня все вопросы, наверное, спасибо огромное. Всего вам самого доброго. Спасибо и вам всего доброго. Спасибо большое.